всем здравствуйте приветствую вас всех на своем канале как я и обещала я показываю вам сегодня колоду того сумасшедшего дома тогда коробочка и карты вы будете видеть очень такие интересные и поэтому расклад я подбирала сегодня под колоду обычно я делаю наоборот тему расклада предложила эльвира нечто аналогичное у меня уже есть на канале где-то вот если я найду вот здесь либо вот здесь вот подсказку выложу обязательно посмотрите там по моему что-то касательно бит тоже уже присутствует так позиции у нас вот такие значит начиная с голубенького красненький зелененький первая третья тайм-коды есть вот а мы с вами приступим и будем смотреть два момента посмотрим да за что сначала я не могу себя простить да то есть сам сама может быть ситуация может быть с человека может быть сам человек не знаю посмотрим а сначала за что а потом почему да то есть если вообще-то это в принципе разные вопросы ну ладно так давайте будем приступать как бы сейчас я подумаю мы сделаем ну так наверно просто отодвину сюда вот этот голубенький сюда на чтобы видно какая-то позиция была на вот но у вас любом случае есть тайм-коды и так первая позиция вспоминаете свою ситуацию и давайте мы ее посмотрим за что вы не можете себя простить за что вы не можете себя простить здесь даже не 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 человека ситуация туз монет так чтобы пальцем не тыкать такой увидела пользуется такими палочками у некоторые коллеги так здесь на этой карте нарисовано так интересно человек сидящего него на голове типа некой такой клумбы и вырастают цветы на показатель мыслей дальше мы видим изображение картину очень ярко так рисует художник да здесь у него в руке кисти то есть яркие идеи светлые вот прям изображение на светлые некие идеи которые как этот без устали человек воплощает и не важно будут ли они потом востребованы или нет будут ли они продаваться потом или нет главное что у человека человек богат изобилен на мысли на идеи поэтому вопрос у нас какой был за что я не могу себя простить наверное за то что может быть в прошлом в каких-то моментах у вас были какие-то идеи у вас были желания до были какие-то порывы что-то сделать и вы это не воплотили здесь вопрос даже не про человека на обиды какие-то человека вы скорее всего на себя обижаетесь за то что либо не можете себе простить то что есть какие-то идеи вы их не воплощаете то есть причем эти идеи они настолько разные и настолько изобильные что бывает у вас такой период когда много чего приходит в голову да и из-за того что возможно из-за последствий тех что вы не знаете будут ли они востребованы или нет да вы их не не реализовываете то есть здесь момент как раз в карте мы видим наоборот что человек реализует да вот очень много красного цвета здесь присутствует что он как художник творит здесь как будто бы либо вы себе не позволяете творить то есть очень много ограничений либо вы не воплощаете даже не воплощаете почему потому что может быть присутствует некая такая неуверенность за кто кто кому это нужно да то есть вот здесь вот такие моменты могут всплывать но давайте еще будем уточнять да за что вы не можете себя просить ну да здесь связано сферой финанс сферы оговорок по фрейду сферы финансов тоже может быть но это связано с вашим мастерством смысл этого аркана да я вот так вот вам поворачиваю чтобы вам видно было здесь значит мы видим человека который создает карточный дом этого в классике это восьмерка пентакли о чем она говорит о том что человек прикладывает каждый раз каждый день усилия для того чтобы что-то создать тем самым он оттачивает свое мастерство и он любой момент может это разрушить и начать заново то есть восьмерка пентакли она говорит о профессионализме о мастерстве почему потому что здесь на постоянной основе человек вкладывает вкладывается во что-то и карточный домик здесь смысл почему что может любой момент разрушится и нам важно отпустить то есть не держаться за свои какие-то былые успехи удачи и тем самым как раз таки можно реализовывать вот идеи которые приходят каждый раз по-новому идея может быть одна и та же но вы ее можете каждый раз по-другому воссоздавать и поэтому что что здесь у нас прощением да за что за то что не может быть вы не считаете себя достаточно профессионалом может быть наоборот вы считаете себя хорошим профессионалом до человеком у которого уже есть опыт уже есть знания но к сожалению он не может реализовать себя вот здесь вот как будто бы знаете как этот как некой ну как подоплека какая-то такая что присутствует энергия агрессии то есть где-то вы можете злиться на себя что не получается да не получается как-то реализовать свое мастерство то есть потенциал есть навыки знаете терпения навыки постоянно работать нас так постоянно что-то заново воссоздавать это все есть мастерство отсюда то и присутствует но не получается вот как то вот вы не можете себя либо раскрыть либо проявить по полной либо то что вот оговорка по фрейду было по финансам не получается здесь ощущение того что вы знаете вот какой-то обиды да мы говорим на что не могу себя простить у меня обида какая-то проскальзывает здесь обида что я не могу получать по как это по заслугам за свой труд за свое какое-то мастерство то есть знаете с одной стороны я не могу раскрыться как будто бы я могу много я умею много причем здесь только не только в одной сфере может здесь может быть в разных сферах потому что идея у вас приходит абсолютно ну знаете таким вот бесконечным потоком потому что все-таки идет от источника источник не иссякаем поэтому идею вас могут быть не иссякаемые да то есть постоянно рождаться какие-то новые но не получается во-первых полностью знаете вот их с удовлетворительным я бы сказала результатом в оплатить в материальный план и за это получать деньги то есть вот нету такого латного канала да то есть вот пришла идея да я это сразу поработал что-то сделай за это получил деньги нет здесь вот все как-то затыками то есть на уровне ментала рождение идей это очень прямо ну богатые богатые мысли тоже чтобы потрудиться до прекрасно у вас нет проблем вы можете каждый день это делать можете каждый день оттачивать свое мастерство на может быть нудная работа может быть рутинная но она вам нравится вы от этого получаете удовольствие то есть с идеей окей с работой чтобы сделать воплотить эту идею да но здесь вот ощущение того что возможно вы не умеете продавать как-то не можете сделать так чтобы вас замечали ваши потребители да либо как-то сбывать как-то свой продукт то есть вот конечный как бы так сказать этот как материальный план да чтобы вот он прям проявился и вы по заслугам по своим труд по своему труду то есть вы не просите не больше и прям сверх завышена а вы просите именно столько сколько вы вкладывались но здесь ощущение того что вы получаете намного меньше это знаете как у творческих людей до нарисовал картину вот как здесь то есть и гениальность гениальность и при могут быть действительно гениальные идеи гениальность идей приходит к тому что возможно признание да она приходит и после смерти как великим художником да либо там великим режиссером я не знаю творческим личностям да то есть при жизни эти люди могут перебиваться им не хватает денег не хватает там на еду на элементарные какие-то базовые потребности но потом оказывается что после смерти оказывается они были выдающимися людьми да кому нужно кому нужно это признание после того когда человек уже умер желательно чтобы было при жизни здесь вопрос не признание а здесь вопрос получения благ вот вот этот туз пиндакли чтобы он полностью заземлился а здесь получается так что знаете как будто бы семена сеете а раски то они прорастают вы поливаете ухаживаете удобрения кладете там сырники вытаскиваете а не успеваете до того момента когда дерево начинает плодоносить чтобы сорвать яблоко и поесть да либо там какой-то фрукт вот этого момента нету то есть вы видите только момент вложения вашего труда и вот это вот вас очень может обижать и вы как-то знаете здесь вину причем вы не перекладываете вину на других людей ответственность она себя что вы вините что что-то делаете вы не так здесь вы не можете себя простить за этого потому что здесь не получается почему не получается раскрыть то свой этот полностью потенциал и довести его до завершения я перевернула мария ленорман известная всеми королева монет здесь ощущение того что как-то вот не налажена у вас связь с с финансами то ли здесь вопрос ценности себя да то есть где-то как-то вы сами себя обесцениваете то ли вы не можете как я уже говорила ранее да выгодно себя продать акцент не на продать она выгодно в контексте того чтобы показать всецело свое богатство проявить вот это вот то что вы создаете здесь вопрос финансов и вот как-то большее ощущение того что вы находитесь где-то на тонком плане и очень мало как будто бы вот вы далеки от реальности что ли очень много в мечтах фантазиях прибываете ну то есть вот как творческая личность больше в голове на ментальном уровне до на астральном может быть до через проживание эмоций воодушевление вдохновение там кого-нибудь там просветление идеи какие-нибудь гениальные до приходят но вот физическом мире да здесь такое ощущение что вот вы как будто бы не не находитесь в контакте с миром материи не не получается почему почему нету этого контакта король жезлов ну смотрите здесь во первых вопрос коммуникации очень ярко встает да здесь какие моменты смотрите вы тот человек вы тот человек который больше акцент делаете да вот на на своем труде то есть как-то знаете нам я бы сказала на неодухотворенным предмете то есть вот если вы что-то создаете своими руками там я не знаю художник рисуете пишите да элементарно таро занимаетесь не важно чем вы не занимались если вы там стрижете может быть кого-нибудь до стрижками занимаем массажем не важно вы скорее всего взаимодействуете с предметом вашего творения и вам абсолютно не нравится король жезлов это человек который находится на виду это человек который очень яркий на его энергию приходят другие люди да то здесь очень ярко проявлено лидерские какие-то качества коммуникация да когда человек выходит к людям не люди к нему идут а он выходит к людям начинает с ними общаться и тем самым притягивает внимание начинает светить здесь ощущение того что вот сложности именно с продажи это связано с коммуникации не получается у вас взаимодействовать и общаться с людьми причем король жезлов на равных и не возвышаясь и не принижая никого до почему не получается вот этот вот коммуникация здесь вопрос коммуникации с людьми почему не получается вот еще один туз вышел на ту жезлов а сейчас я отодвину посмотрите здесь на ту же зла до человек в своей голове опять-таки туз до начала видно так поставлена человек своей голове здесь закрытыми глазами он как будто бы молятся и представляет я не знаю как какую-то свою идею какое-то свое желание то что он хотел бы чтобы она реализовалась и здесь на стуле да вот без мы видим как веревка да с одной стороны что-то веревка может удушать ограничивать этого человека и она веревка напоминает некую такую змею да которая подняла голову и здесь вот как свеча да напоминает то есть здесь три символа с одной стороны это веревка с другой стороны это змея и с третьей стороны это вот как раз таки свеча видите получается так что где-то вы молит молитесь о том кем бы вы хотели быть вот здесь вот по королю жезлов вопрос был почему у вас не получается коммуникация потому что здесь либо вы здесь нету прямой связи понимаете то есть где-то вы в голове потому что молитва это все равно как-то вот виртуальное какое-то общение может быть такой момент тоже что у вас не получается потому что ваши клиенты они виртуальные то есть они напрямую не знают вас они могут судить допустим вас по по вашим работам не не получается с каждым коммуницировать общаться то есть они не могут как будто бы увидеть вас как человека в полной степени либо здесь наоборот происходит момент идеализации что либо вас люди идеализируют либо вы кого-то там из людей идеализируете но вот здесь вот чувство что коммуникация на земном плане да вот именно какой так сказать живыми людьми не виртуальными одно не происходит а даже если происходит то все равно как-то вот надуманно придумано потому что видите здесь здесь как будто бы человек если мы говорим допустим о клиентской базе до продажи своих услуг он как будто бы молится но приди ко мне до этот клиент то есть опять таки все в голове нету нету чего-то такого настоящего здесь как будто бы вот я сказала да по королеве пентакли здесь как будто бы нет у вас понимания как работает виртуальный мир либо он вашей голове слишком идеализированы либо вы на работаете на удаленке с виртуальными людьми либо вы вообще знаете как-то ну вот здесь на придуманное да то есть здесь мне хочется почему-то по энергии сказать что как-то вот вы идеализируете людей либо ждете от них потому что это все-таки жезловая масть первая масть самая приближенная к творцу да то есть она еще не заземлилась но она очень важная она является сутью нашей жизни то есть вот здесь как будто бы нет у вас четкого понимания кто же такие люди да то есть хочется почему-то вам верить и думать о людях намного лучше чем они есть и вот здесь вот и вот несостыковка может быть и проходить что нету понимания да люди вас не понимают и вы не понимаете вы их не понимаете потому что возможно вот в силу что здесь все-таки человек молится у человека есть какие-то какая-то вера во что-то либо какие-то духовные какое-то духовное начало да и человек опирается на какую-то свою мораль и ценности которые достаточно возвышенный а мир на самом деле он более приземленный море боль более жестокие более агрессивные то есть люди не являются морально-нравственными такими да то есть они поступают каждый всегда со своей выгодой а не с целью братства единства и каких-то вот духовных ценностей которые есть у вас и вот это вот может разочаровать и это и есть знаете такое ощущение что находимся на на разных уровнях вот здесь в этом моменте может все заключаться хорошо мы поняли да что за что вы себя не можете простить но здесь скорее всего не простите да что у вас вот как-то не получается я не буду сейчас смотреть что вам поможет все такое потому что все-таки цель расклада не об этом а разобраться немножко что и как а теперь посмотрим а почему да вы не можете себе это простить почему вы не можете простить что вот ну ну не получается но киеве значит надо просто пробовать по-другому либо еще что то сделать но по другому же не так как вы делали ранее почему почему вы не можете себе простить вот какой-то знай здесь не состоятельность просто именно в профессиональной сфере Почему вы не можете себя простить? Ну, можно было бы принять. Ну, вот она, королева, королева, говорю, верховная жрица, второй аркан. Смотрите, что здесь изображено с точки зрения символики. Кстати, в этой колоде на Великих Арканах, помимо Древа Жизни, кто у меня проходил курс Древа Жизни в виде пути, вот здесь как раз-таки соединение сферы Тиферит и Кетер, путь, где находятся верховные жрицы. Вот, и буквы Иврита, здесь буква Гимель, что означает верблюд, потому что этот путь, путь верблюда по пустыне, как корабль нашей души. Ну, в общем, символика здесь тоже проигрывается, но если мы не будем обращать внимание на каббалистические знания, которые присутствуют, а посмотрим чисто на символику этого аркана. Здесь изображена девушка в виде митястры, которая наполовину одета, наполовину голая, причем здесь, смотрите, нету колонн, ну вот, как здесь одна. Приблизительно, да, подразумевается, но ее нет, но при этом буквы, название колонн присутствуют. Значит, в голове у нее вот этот вот журнал, где она, напоминаю колоду Таро сумасшедшего дома, журнал, в котором ведется анамнез болезней, психически больных людей, и она, значит, в руке держит журнал с какими-то своими записями. Вот, примерно так же, как и в классике в Верховной Жрице, где держит знания Таро. Вот, а здесь она наполовину одета, да, то есть двойственность, наполовину одета, наполовину раздета, и она как будто бы заявляет, что это вы меня такой видите, да, что я как будто бы развратная и голая, это ваше восприятие меня, на самом деле я вот нахожусь в одежде, то есть здесь двойственность такая присутствует. Поэтому, почему я не могу себя простить? Ну, во-первых, потому что у вас есть такие очень глубокие сакральные знания, которыми владеете только вы. Возможно, здесь присутствует тоже момент какого-то дисбаланса, потому что внутри как будто бы нет успокоения. Знаете, есть такой вот внутренний зов, да, какое-то вот внутреннее ощущение того, что тебя ведут, и говорят, тебе надо это делать. Ты это делаешь, а результата не получаешь. Возникает такое двойственное такое ощущение, зачем вы меня ведете и говорите мне делать то, что нужно делать, если я не, допустим, ну, не могу из этого хобби получать какие-то деньги, чтобы, ну, купить себе хлеб, как говорится, да, чтобы не хватало на хлеб насущий. То есть зачем меня вести? Здесь такой очень сакральный момент. Во-первых, как я уже сказала, у вас есть знания, у вас есть те знания очень глубокие. С другой стороны, здесь момент как раз-таки вот то, что у нас было по Тужу Жезлов, Верховная Жрица у нас олицетворение Божественной Матери. Здесь архетип материнский, не по императрице, земная мать, а здесь небесная, это, как мы говорим, безусловная любовь. Это когда человек любит безусловно полностью все человечество, без исключения стариков, там, мужчин, женщин, детей. То есть любовь, она присутствует, именно безусловно, потому что здесь Верховная Жрица, она соединяется напрямую с кетер, да, с энергией Творца. У нас три аркана, шут, маг и Верховная Жрица, которые напрямую берут информацию от источника. И поэтому она наполнена вселенской вот этой вот божественной любовью. И вот то, что я говорила, присутствует вот эта несостыковка, да, что вы смотрите на людей с очень, и оцениваете их с очень высокой морально-нравственной степени. А есть вот это, знаете, как бы это сказать, понимание, да, понимание психологии людей, понимание, почему мотивов, почему люди так поступают, да. То есть вы можете дать объяснение, можете дать оправдание каждому, но люди не могут вас оправдать, да, то есть вы им непонятны, здесь вот что-то такое тайное, сокрытое. И ваша несостыковка внутри, да, почему вы не можете себя простить, потому что нету этого баланса, да, то есть нету вот второй стороны либо одетой, либо раздетой, то есть вы внутри себя не можете успокоиться. То есть вроде бы все делаете правильно, и у вас есть это ощущение, возможно, вы получаете подтверждение, но результат вас не удовлетворяет. Здесь чувство, что вы не можете сбалансировать духовный мир и материальный мир. Вот здесь вот баланса вам не хватает, поэтому вы не можете успокоиться, вот что-то внутри вас не дает вам гармонию, вы не можете словить эту тишину, да, наслаждение, что на душе спокойно, на душе хорошо. А почему нету этого баланса? В чем причина? Давайте посмотрим. Император. А вот причина как раз-таки, смотрите, император. Опять-таки, да, как я уже говорила, на Великих Арканах путь изображен, да, здесь от от циферит, ну, в зависимости от того, как мы смотрим, да, хокма соединяет хокму и циферит, то есть силу, божественную силу, мудрость непосредственно и целостность, психическую целостность, да, то есть человека. Суть заключается в чем? В том, что, если посмотрим на этот Аркан, да, то вот здесь вот тоже опять-таки двойственность присутствует некая, да, то есть наполовину он вроде бы император, а наполовину здесь разрушенный какой-то мрамор, который дал трещину, да, то есть в некой такой стабильности, сейчас посмотрю, что это за, а, это глобус, это шар, ваш мир дает какую-то трещину, вы не можете успокоиться, почему? Потому что вы не ощущаете, знаете, вот нету стабильности, да, нету какого-то постоянства, нету некой такой уверенности, да, то есть опять-таки ваши, возможно, какие-то убеждения, они дают трещину, то есть так же, как здесь мрамор, да, самый такой плотный материал, вот он, даже и он дает какую-то трещину, то есть стабильность, ваша уверенность, вот скорее всего, то, что вы были уверены в том, что вы как мастер все делаете верно, вот здесь вот, не то чтобы вы сомневаетесь, здесь не про сомнения, а здесь иногда ваше мастерство, оно дает трещину, опять-таки, с вашей точки зрения, что иногда бывает такое ощущение, что, а надо все бросить, это не мое, почему? Потому что если бы это было мое, я бы получала результат, а я результат не получаю, да, значит, наверное, это не мое, и не важно, что меня ведут, я, возможно, неправильно считываю знаки, я, возможно, ну, не понимаю ситуацию. Здесь вопрос в том, что нет внутренней тишины, потому что есть какие-то убеждения, которые периодически разрушают, то есть то, на что, знаете, как получается, вы опираетесь, да, на какие-то свои мысли, может быть, где-то на свой прошлый опыт, на какие-то знания, а они периодически дают трещину, они периодически расшатываются, и вы теряете почву, то есть здесь вот как будто бы какое-то обновление, нету почвы под ногами, я бы так сказала, то есть нету опоры, то, на что вы опираетесь, вы опираетесь всегда на духовные ценности, и вот то, на что вы опираетесь, это рушится, потому что физический мир, он не такой, как вы его себе представляете, то есть вот эта вот духовность, она все-таки, да, она все-таки присутствует, а вот материальный мир, вот он периодически рушится, и вы как будто бы начинаете заново, вы начинаете с нуля, здесь что-то такое старое, отжившее, да, нужно уже отпустить, потому что все-таки император говорит о стабильности, которая разрушена, хорошо, что вам нужно сделать, давайте я так спрошу, чтобы прийти все-таки к балансу, и заземлить вот все свои труды, начать получать те результаты, которые вы хотите, что вам нужно сделать, девятка мечей, посмотрите, девятка мечей, перестать убегать, в классике это карта страхов, да, это эмоциональное переживание, что сделает здесь человек, ну, во-первых, мы видим закрытое помещение, закрытое помещение уже вызывает дискомфорт, так или иначе, потому что нет окна, нет дверей, нет ничего, но вместо потолка мы здесь видим глаз, который смотрит на пациента, всевидящее око, то есть, да, ты можешь одеть на себя, натянуть вот эту вот, там, я не знаю, футболку, свитер, неважно, верхняя вот эта вот одежда, да, закрыть глаза, ты можешь закрыть глаза на ситуацию, на то, что происходит, но от себя не убежишь, причем интересен тот момент, что да, я не вижу, но у меня включаются дополнительные, как их называют-то, органы восприятия, в данном случае слух, и включается интуиция, да, чувство, и мы предчувствуем здесь, вот демоны, которые держат палки, да, и подгоняют, то есть, здесь помимо того, что я ничего не вижу, но я чувствую, что есть присутствие, да, темное какое-то, которое может меня ударить, может причинить мне боль, то есть, вот здесь вот какие-то надуманные моменты происходят, то есть, во всей этой истории, несостыковка духовного и материального плана, заключается в ваших страхах, что вы придумываете что-то, что, чего нету, что вы, возможно, убегаете, да, да, убегать вы можете в свою духовность, но при этом материальный план, да, вот севидящее око, да, то есть, вы, вы не убежите, здесь, возможно, вы отказываетесь от того, чтобы что-то делать, то есть, страхи вас останавливают, что у вас здесь за страхи, которые вас останавливают, то есть, мы поняли для того, что все-таки тишину найти, да, здесь вам нужно побороть какие-то свои страхи, чтобы они являются каким-то связующим звеном, что вам нужно делать, чтобы побороть ваши страхи, да, пажмичей, все фигурные арканы, это известные личности, сейчас я не буду называть имена, говорить их истории, биографии, это не столь важно, вот, ну, в контексте расклада, а так, кому интересно, да, можете почитать, сейчас я вспомню, упустила вопрос, что вам поможет, да, какие страхи, с чем они связаны, ну, здесь вопрос связан с вашим мыслительным процессом, да, пажмичей, здесь очень много думаете, очень много планируете, пажумичей, я просто думаю, да, какой, какой здесь страх может быть, потому что, пажмичей у нас говорит, за момент, когда человек хочет узнать этот мир, и задает очень много вопросов, то есть не может найти ответы, на какие-то вопросы, какие вопросы вас беспокоят, что вы не можете здесь найти ответ на вопрос, шестерка кубков, вы не можете найти ответ на вопрос, как сделать так, чтобы было в прошлом, здесь, знаете, какая в чем причина заключается, что есть у вас какие-то установки из прошлого, вот здесь вот нас император тоже про это говорил, на которые вы опираетесь, а мир изменился, ситуации изменились, и так как было в прошлом, уже не получается, надо что-то сделать по новой, а в новое я не иду, да, мне страшно, мне страшно, почему, потому что я боюсь какой-то вот уколкости, критики по пажмичей, да, что кто-то меня может ранить словом, да, вообще я бы сказала, что вы боитесь в коммуникации, у нас здесь вопрос коммуникации вставал, в коммуникации, общении с людьми, что люди вас не будут принимать, да, слишком вы ранимы и чувствительны, почему вас люди не понимают, потому что они вас не понимают, они понимают, потому что нет у людей, возможно, тех знаний, которые есть у вас, да, и у вас происходит вот эта вот несостыковка того, что то, что вы знаете, и то, что, например, знают общие массы людей, это большая разница, вам сложно донести информацию, которую знаете вы до других, а возможно даже и не совсем, ну, как это, не хорошее выражение, но оно все равно присутствует, метать бисером перед свиньями, да, вот это вот прям аллегория, она напоминает то, что и не нужно, да, а с другой стороны, получается так, а кому тогда нужны ваши знания, где найти тех людей, единомышленников, и тут вам нужно выходить по королю жезлов на первый план, и искать этих людей, кому, с кем бы вам было интересно по взаимодействию, то есть вам нужно совершать эти шаги, а вы эти шаги не хотите сделать, вы хотите, чтобы люди сами к вам пришли, а люди вас не знают, потому что у вас есть еще такой момент, что вы по верховной жрице, вы закрываетесь от людей, да, и вы незаметны, люди вас просто не знают, они бы пришли, но они о вас не знают, то есть вам нужно как-то себя проявлять, а вы хотите, чтобы было, вы знаете, вот здесь вот как заезженная пластинка, да, мы видим пару, двух сумасшедших мужчин и женщин, и не важно, что один тапок потерян, он в одном нацу, и всем хорошо, да, они в своем каком-то мире находятся, счастье какой-то, вот мир отделенный, безусловно, в доме сумасшедших существуют только сумасшедшие, да, они и так живут в своем мире, вот, но им в этом мире хорошо, им это комфортно, поэтому вы ищете, знаете, некую такую стабильность, как бы жить в вашем мире, чтобы вас никто не беспокоил, но при этом, чтобы вы могли продавать какие-то свои знания, какие-то вот, возможно, свои способности, да, как-то свой труд, так можно сделать так, да, чтобы вот я занимался только творчеством, и вообще с этими людьми никак не взаимодействовал с внешним миром, потому что мне некомфортно, потому что я не могу, я не знаю, я не умею, и самое главное, что я и не хочу этого делать, почему, потому что попожу в мечи, я боюсь, что мне сделают больно, да, потому что, возможно, где-то нужно проявлять какую-то свою жесткость, какую-то свою надменность, да, где-то надо убеждать других людей, а вам от этого некомфортно, вам хочется вот такого вот спокойствия, душевного, да, радости, праздника, где я живу в своем мире, и вообще не трогайте меня, да, то есть мой мир, это вот ту жезла, да, я помолился, по коммуницировал с высшим планом, там все понятно, там я свой родной, а на земле я чужой, и вот здесь вот это вот вся такая психологическая подоплека этого расклада заключается в том, что вы не можете себя простить, что я не могу реализовать то, что я хочу, хотя я этого хочу, и здесь реализовать я этого не могу, потому что мне нужно обучаться другим навыкам, которым я не хочу, да, то есть навыкам коммуникации, навыкам общения, навыкам продаж, а я этого не хочу, это не мое. Здесь вообще на самом деле вкратце я могу сказать, что вам нужно просто, если не хотите себя менять, найти себе человека, да, либо помощника, который вот как раз так, знаете, в каждом деле есть свой мастер, найти мастера, который бы смог продавать ваши услуги, проще говоря, и тогда вы будете заниматься тем, чем вы занимаетесь, а другой человек пускай занимается своим делом, все будут счастливы. Вот, но это идеальная такая картинка, на мой взгляд. Вот такой был первый расклад и первая позиция. Так, на самом времени. Ого-го! Ого-го! Как много! Ладно. Позиция номер два. Красненький камешек. Вторую позицию сделаю поменьше. Всегда в чем-то у меня первая позиция получается, у двоек всегда маленькая. Ну, вот так вот просто идет. Хорошо, двоечки. За что вы не можете себя простить? Сразу две карты, причем два великих арканы. очень важная какая-то ситуация. С одной стороны, это колесо фортуны. Колесо фортуны, цикличность, повторный какой-то сценарий, который все никак не может завершиться. Здесь вот человек закрывается. Некая такая защита. Хочется быть вот, как король наверху в стабильности, но не получается. Почему? Потому что день всегда сменяется ночью. И здесь нужно принять эту цикличность. О чем речь идет? Это аркан мира. Это колесо фортуны, а это аркан мира. Как я говорила, по первой позиции всех великих арканов у нас присутствуют буквы ивриты, которые соотносятся к каждому аркану. Кто проходил у меня курс зряу жизни, знает и пути. Здесь изображены каждого аркана, как на котором находится карта, о которой мы говорим сейчас. Аркан мира. Здесь говорит о выздоровлении, о завершении. Здесь, видите, яйцо, оно как будто бы, не как будто бы, оно как это, треснуло. И мы видим девушку. Знаете, раньше я видела, как будто бы девушка входила в это яйцо. А сейчас у меня такое ощущение, то есть я заново пересмотрела, сбоку смотрела, как будто бы она наоборот выходит из этого яйца. То есть такое завершение процесса, созрело, выздоровела, и я готова пойти в новое, выйти из яйца, увидеть новые какие-то возможности. Здесь, за что я не могу себя просить, есть какая-то ситуация, здесь в вашем случае некая такая ситуация, я не знаю, чего она касается, которая, как будто бы, знаете, идет по кругу, одно и то же, одно и то же, и я вот все-таки не могу выйти, я не могу ее как-то завершить, я не могу выйти из-за вот этого вот замкнутого какого-то круга, чтобы выйти вообще из этой ситуации, не то чтобы на новый виток, а вообще выйти, завершить, поставить точку, увидеть какие-то новые возможности. Чего это касается? Здесь как-то, да, вы как будто бы по кругу ходите и не можете никак завершить. Чего это касается? Аркана силы. Смысл этого, этой карты, да, здесь мы видим пациента, который лежит на земле, и вот смотрите, он как будто бы закрывает свою голову, да, как защита хочет, но при этом, вот он смотрит на метистру, да, которая держит самое опасное оружие, это шприц. Почему оно опасно? Потому что в доме сумасшедших что может быть опаснее у смирительных уколов, да, которые превращают тебя в овощ, да, бесподвижного, бесхребетного, без, при отсутствии полной силы воли, то есть, где тебя подавляет твою силу воли. Так вот, поэтому он и пугается, поэтому он лежит, и, ну, не готов, он не хочет, не хочет превращаться в овощи, но это единственный способ на данный момент, да, как-то усмирить, как некое наказание, здесь наказание этой силы, да, то есть, вот этого сприца. Чего касается ситуация? Ситуация касается непосредственно вашей силы, непосредственно вашей энергии, да, как-то вот действительно, возможно, я чувствую себя в этой ситуации зависимой, да, что каждый раз, когда я хочу что-то сделать, как будто бы проявляю какой-то бунт, проявляю какую-то, как это сказать, активность, всегда попадаю в такую ситуацию, где потом сам себя, сам же сам себя, либо люди, возможно, прикладывают вам как мера наказания, то есть, здесь наказание силой и чувство того, что я не могу себе простить то, что я именно вот как этот психически больной человек, да, что я как будто бы бесхребетный, я не могу разорвать этот пороченный круг, я не могу выйти из этого яйца и пойти в новое, вот все идет по кругу, вроде бы казалось, да, где-то я нашел силы, где-то я начал активничать, и вдруг неожиданно, да, как-то вот что-то происходит, и мне снова делают укол, меня снова хотят усмирить, меня снова хотят подавить, здесь вопрос касается непосредственно вашего характера, вы хотите стать более сильнее, вы хотите стать более увереннее, да, как-то вот опираться на себя, на свой внутренний стержень, здесь отсутствует этот внутренний стержень, здесь отсутствие каких-то ценностей, к которым можно опереться, знаете, опереться в контексте подкрепления, да, чтобы найти вот эту вот силу внутри себя, которая будет мне помогать в трудный момент, а в трудный момент оказывается, что я и, помимо того, что внешне не могу найти какую-то поддержку, я и внутри ее не ощущаю, ни на что мне опереться, на что? На ценности они рушатся, на какие-то убеждения, они не приносят удовлетворения, опыт он не дает тот результат, на что мне опереться, да, мне проще вот так вот лечь, замереть и принять, как бы сказать, добровольно, да, вот эту ситуацию, что кто-то надо мной будет как-то влиять, то есть прими, прими ситуацию, смирись, и, ну, значит, так вот судьба захотела, так распорядилась, и вот тогда я снова вхожу вот в это колесо, и снова я чувствую себя неудовлетворенным, и чувствую себя, здесь как будто бы я предаю себя самого, да, то есть в голове каждый раз, когда я принимаю какое-то решение, это не обязательно касается, там, не знаю, какой-то ситуации, например, отношений, нет, здесь вообще, вы как человек здесь показан, да, три великих аркана, это очень важная ситуация в вашей жизни, здесь скорее всего ваш характер, что как-то не могу я набраться силы, силы воли, дать отпор другим людям, показать себя, все время происходит, вот здесь вот как мера наказания этого шприца, она может быть в виде других людей, всегда меня кто-то осуждает, не, причем, знаете, находят такие методы, где у вас слабое место, да, здесь у этого человека психическое расстройство, слабое место, да, в вашем случае здесь может быть ваше слабое место, вас всегда бьют там, где вам больно, ну, например, как это, ты сделала, например, детей, да, вот и неси ответственность за них, а то, что дети периодически, да, ввязываются, там, какие-то ситуации, их надо оттуда вытаскивать, да, то есть они несут ответственность, а вы, ну, либо у них постоянно есть какие-то желания, постоянно какие-то потребности, вот вы все время себя лишаете во имя детей, и говорите, окей, сколько надо времени, чтобы ребенок выжился, 18-20 лет, 20 лет вашей жизни, да, вот вы как будто бы в кавычках, внимание, в кавычках, вы бросаете, ну, как пример, да, на ребенка, потому что мои потребности идут на второй план, и вот здесь, с одной стороны, да, вы хотели иметь детей, да, вы их любите, но с другой стороны, вот вам всегда найдется тот человек, который будет говорить, ну, ты же хотела, вот, пожалуйста, теперь твоя ответственность, да, неси эту ответственность, и вы и сказать ничего не можете, в принципе, так-то оно и есть, да, это ведь ваше желание было, да, как теперь откажешься от ребенка, да, от того, что нет, а как быть, тогда мне приходится отказываться от себя, но вот в этих отказах от себя проходит и ваша жизнь, то есть 20 лет, это большой период, огромный период нашей жизни, вот здесь вот такая история закрыта, и вы, отвечая на вопрос, за что я не могу простить себя, за то, что я не могу найти себе силы, знаете, быть собой в какой-то степени, да, не бояться, не бояться показать себя, проявить себя, потребовать что-то, да, за себя, силы как будто бы не хватает, вот страх, здесь страх, он съедает все ваши силы, и это ваше слабое место, и другие люди этим хорошо пользуются, знаете, как здесь некое такое вот пожертвование идет, да, когда я осознанно жертвую чем-то, ну, я не знаю, пример опять-таки приведу, я пример привожу утрированно для понимания, пример того, что, например, я, например, например, есть там, я не знаю, ну, больная мама, за которой нужно ухаживать, ну, как я теперь буду выступать в отношениях, если она, я не знаю, например, парализованная, и ей надо 24 на 7 внимания, о какой личной жизни я могу сказать, нет у меня личной жизни, потому что, ну, я не могу выйти, я ее не могу оставить, вот здесь вот такое, и вот это вот внутреннее ощущение, а время идет, а жизнь идет, а что делать, а как быть, да, то есть вот здесь вот какая-то такая осознанная жертва, осознанная лишение себя во имя кого-то другого, либо чего-либо, и при этом подавление своих каких-то желаний, да, то есть здесь не только внешние факторы, которые вас наказывают, здесь и вы сами себя можете наказывать, и от этого вам некомфортно, да, вы чувствуете, что вы какой-то, ну, слабый, слабость может быть физическая, может быть моральная, да, там, я не знаю, интеллектуальная тоже может быть, да, слабость, то есть чем-то я, чувствую себя ущемленным, более слабым, а хотелось бы быть, да, хотелось бы быть, там, не знаю, суперменом, либо человеком-пауком, да, прийти, спасти, там, не знаю, какие-то суперсилы иметь, то есть вот здесь вот вопрос, связанный с вашей силой, здесь вопрос, связанный с вашей психической, с вашей целостностью, да, с вашей, это внутреннее восприятие человека. хорошо, почему вы не можете себя простить, ну, в принципе, мы уже сказали, давайте посмотрим, почему вы не можете себя простить, четверка жезлов, потому что ваше отношение к себе, оно достаточно незрелое, да, то есть вы являетесь человеком, которым легко манипулировать, потому что у вас очень много слабостей, непроработанных, да, то есть тех моментов, которые вы не знаете, и на них можно давить, опять-таки, знаете, вот что я сказала, на мораль, да, как ты бросишь свою больную мать, кто-то сказал, ну и что, ну, ради бога, пойдет куда-нибудь там, я не знаю, найду ей сиделку, и все, и лучше я буду больше работать, платить сиделки, пускай она за ней ухаживает, хоть будет моя своя жизнь, то есть другие решения есть, а у вас вот этих решений не может быть априори, потому что у вас нравственные вот эти вот ценности, я должен своим родителям, я должен своим детям, я должен, вот у вас очень много долженствований, и на самом деле, вот это вот, я должен, да, это вот как раз и детская вот эта позиция, мы видим здесь пациент, который празднует свое четырехлетие, да, здесь четыре свечи, он такой радостный, счастливый, с этим колпаком, вот, окна тоже создают иллюзию четырех свечей, да, свет, который бьется, и я хочу праздника, я хочу веселья, я не, почему я не могу праздник, потому что я хочу, знаете, вот какой-то стабильности, чтобы легко было, чтобы праздник был, но в жизни такого не бывает, и мы это знаем, вот, но, то есть, есть несостыковка того, что вы хотите, либо как вы хотите, да, и с тем, что есть на самом деле, вообще вы хотели бы отдохнуть, да, здесь вот, есть такая психологическая истощенность, потому что, посмотрите, здесь человек закрывается, здесь он лежит, и плюс желание, по четверке жезлов, желание отдыха, как-то передохнуть, да, я не знаю, восполнить свои силы, то есть здесь вот недостаток энергии, недостаток сил, потому что страхи настолько подавляют, что на их поддержание, да, чтобы сопротивляться чему-либо, то есть страх сопротивления чему-либо, на это вы сливаете очень много вашей жизненной энергии, поэтому есть потребность непосредственно в отдыхе, и вы не можете себе простить, что, а, здесь две ветки, либо вы не можете отдохнуть полностью, но не получается восстанавливать, да, силы, ну, например, я не знаю, там человек работает в 2-3 смены, причем на протяжении долгого времени, периода, вы уже на грани истощения, ну, то есть нету сил, реально, ни физически, ни морально, никаких, либо с другой стороны, другая ветка разворачивается, что вы, ваше отношение к миру, оно вот такое вот детское, да, оно такое праздное, то есть, где-то в какой-то момент, может быть, идеализированное, потому что хочется, как в детстве, кто-то пришел, решил задачу за вас, да, то есть ребенок, он не думает, что его оденут, не оденут сегодня, накормят, не накормят, он знает, я поплачу, меня поменяли, я поплачу, меня накормили, все элементарно просто, и хотелось бы, чтобы в взрослой жизни было так, да, то есть я захотел, меня отвезли в отпуск, я захотел, мне подарили подарки, да, то есть такая вот, некий образ содержанки, ну, либо для мужчин Альфонсо, вот, а я просто такой красивый, и я есть, это было бы идеально, да, но, к сожалению, такого нет, и поэтому, почему я не могу себя простить, ну, во-первых, потому что я не могу отдохнуть, с одной стороны, а с другой стороны, потому что, ну, я не получаю от жизни того, что я хочу, в моей жизни, моя жизнь не праздник, а хотелось бы, чтобы она являлась таковым, почему для вас важно, вот этот вот праздный образ жизни, да, стабильный, вот она и основная карта, тройка, тройка монет, смотрите, что здесь изображено, здесь изображено, во-первых, на заднем плане сердца, и, во-вторых, чашка, чашка разбита, любимая, это не была простая чашка, это была чашка, с которой была связь, возможно, ее кто-то подарил, в детстве, возможно, подарил очень близкий человек, я ее так холила, лелеяла, да, берегла, и вдруг кто-то меня напугал, да, я вошла в эту комнату, и она разбилась, и это неисправимая боль, потому что здесь была связь, да, здесь была связь, которая для меня оказалась очень ценной, для меня оказалась очень важной, и вдруг она разорвалась, и как я теперь буду жить, и что теперь со мной будет, то есть здесь, с одной стороны, пояснение четверки жезла, говорится о неком таком преувеличенным трагизмом, да, когда мы придаем значимость и ценность вещам, людям, ситуации, намного больше, чем они есть на самом деле, а с другой стороны, в этом и есть решение, то есть прекратить, придавать значимость, здесь есть еще и привязка, то есть привязываемся к людям, там, я не знаю, я уже приводила пример ранее, да, к родителям, может быть, к детям, вот, и что это для меня, мои боги, да, родители, либо дети, как же, я же не могу их бросить, как же, я же не могу не делать, да, это очень важно, то есть на себя наплевать, а другие вот важные, значимые, вот трагедия, да, поломалась, поломалась эта чашка, и самое обидное, что то, как я о ней заботилась, то, насколько она была мне важна, велика вероятность, что в момент того, когда она падала, причем это было неожиданно, да, я не ожидала, я не могла как-то вот подготовиться к этому моменту, я не могла предусмотреть эту ситуацию, она могла ранить мои руки, то есть вот эта вот ситуация, помимо того, что она сама разрушилась, она еще могла ранить меня, и я боялась, что и меня это заденет осколком, и меня это может ситуация ранить, знаете, здесь присутствует некий такой драматизм, драматизм, потому что многим вещам, как я уже сказала, даете большую, придаете большую значимость, придаете большую важность, здесь вопрос о значимости, идеально было бы вам сказать, относитесь, знаете, как вот, я и в своей жизни это часто слышу, относитесь проще к вещам, если бы человек умел это делать, он бы это сделал, но если он не умеет, он не может относиться проще, но здесь два варианта, либо научиться, если это действительно важно, либо оставить все так, как есть, да, то есть всегда есть выбор того, что нам делать, как нам быть, так, почему, да, вы не можете себя простить, сказали, да, потому что, ну, во-первых, идеализируете, много вещей, значимости придаете тому, чему не нужно, вот, некий такой драматизм тоже присутствует, но это чисто детская такая позиция, да, это не взрослая, как раз-таки вот в этом-то и есть весь урок, в вашей силе, сила, когда человек отвечает за свою жизнь, он берет ответственность за свои последствия, то есть он не говорит, что, о, что я натворил, а он говорит о том, что я принял решение, и это явилось результатом, следствие моего решения, меня это решение, это следствие не удовлетворило, значит, я просто должен сделать по-другому и начинаю делать по-другому, здесь нет такой, о, боже, что мы теперь будем делать, здесь чисто такая женская позиция эмоционирования, помните, я говорила о том, что вот вашими эмоциями, вы эмоциональный человек, вашими эмоциями очень легко манипулировать, что в принципе и делают другие люди, поэтому здесь вопрос, и вы это понимаете, вы это осознаете, ощущаете, что очень много манипуляторов в вашем пространстве, и на это вы, наверное, ну, не то, чтобы не можете себе это простить, не можете, я бы сказала, знаете, как-то, обижайтесь сами на себя, потому что чувствуете свою обесточенность и беспомощность, вот в таких ситуациях, вот здесь вот эта вот тройка, тройка мечей, она как раз-таки и говорит о беспомощности, а как я теперь буду жить, да, а у взрослой позиции не возникает такого вопроса, как буду, я найду решение, как я буду жить, как захочу, так и буду жить, по крайней мере, я буду к этому стремиться, а здесь маленький ребенок и говорит о том, что ой, я упал, что теперь делать, то есть он ждет, когда мама подойдет, его поднимет, обработает его ранку, подует, поцелует, скажет, все у тебя будет хорошо, и все, решение нашлось, а у взрослого человека нету такого, нету, кто поднимет, кто-то подует, он понимает, что блин, упал, упал, снег, подскользнулся, ударился, и ни одна зараза не подойдет и не поможет, и придется ковылять самому до дома, а дома я живу один, поэтому мне надо будет все самостоятельно себе сделать, и на ранку подуть, и там, я не знаю, зеленкой йодом помазать, и сказать, все у тебя будет хорошо, я сам, понимаете, вот здесь вот самостоятельность не вынужденная, а потому что это зрелая позиция, и вы это безусловно осознаете, давайте я просто посмотрю, что же вам делать в вашей ситуации, да, что же вам делать, десятка жезлов, посмотрите, десятка жезлов, смысл этого аркана, здесь значит, ну может слишком темно и непонятно, человек, который несет стулья в ту комнату, да, он красный, там начинается, значит, театральное представление, вот, и человек очень вовлечен, да, ему хочется поиграть в этом театре, он хочет поиграть в одну из ролей, но, чтобы не включаться в эту роль, он предпочитает, как момент переключения, лучше я буду носить стулья, работать и вкладываться, да, чем я буду играть в эти драматические игры, потому что они не приводят ни к чему хорошему, как к уколу медсестры для усмирения, то есть здесь вопрос, да, есть какие-то обязанности, есть какие-то действия, да, нож, у которой нужно нести, но здесь вопрос заключается в том, что вам нужно научиться переключаться, переключаться, то есть заниматься чем-то другим, в данном случае он занят делом, да, я не буду вовлечен вот во все эти процессы, да, что там скрывается за этой дверью, кому там укол сделали, кому там лоботомию сделали, что неважно, я не хочу это видеть, мне страшно, поэтому я буду лучше в этом театре только стулья носить, а не играть и не проигрывать, здесь что вам нужно сделать, научиться переключаться, да, то есть когда вот есть какие-то вот трудности, сложности, не убегать, а не до... Здесь, внимание, уточню, здесь вопрос не в том, что вам есть какая-то вот разбитая чашка, да, и что я теперь буду делать, вот это вот драматический спектакль, и убегать, нет, здесь не про побег, а здесь про то, что в те моменты, когда вы не можете решить какую-то задачу, переключайтесь на те задачи, которые вы можете решить, да, то есть не зацикливайтесь, не включайте, не проживайте эмоционально, это забирает у вас вашу силу, и потом вы чувствуете себя обесточенным, а наоборот, учитесь переключаться на то, что вы можете, в данном случае, вы можете таскать стулья, я буду лучше стулья эти таскать, чем буду вот так вот оплакивать и сливать свою энергию, вот такая была вторая позиция, так, переходим с вами к позиции номер три, так отодвину, первую, все равно видно, да, вторую и третью, вот зелененький камешек, все время вспоминаю комментарии, которые пишут в строчке, где говорят, Елене, не останавливайтесь, продолжайте говорить, да, хочется вас слушать еще и еще, ну, давайте посмотрим, что нам скажет эта колода, за что я не могу себя простить, давайте посмотрим, тройки, за что вы не можете себя простить, шестерка мечей, вот так вот сделаю, чтобы просто можно было вытаскивать, точно, не держать колоду в руках, шестерка мечей, посмотрите, в классике, это поход в новое, в доме сумасшедших мы видим здесь человека, где невозможно найти спокойствие, везде есть присмотр, везде есть медперсонал, да и собратья сумасшедшие порой выносят мозг и хочется тишины и спокойствия, где я могу успокоиться, спрашивает себя наш пациент, да, конечно же, только в ванной, и вот он наполняет эту ванну, здесь мы видим беса, который открывает воду, вообще в этой колоде помимо великих арканов, если выпадет, я вам покажу, что там изображено, в малых арканах есть печати, это демонические печати, вот, опять-таки, кто изучает древо смерти, не древо жизни, как у меня был курс, а есть аналогичное древо смерти, вот там изображены всевозможные бесы, да, какими легионами они управляют, за что они отвечают, какую силу они поддерживают и выражают, и вот у каждого беса есть надрево смерти, да, есть своя печать, вот здесь эти печати изображены, опять-таки, кто-то может подумать, зачем они нужны, вот, но если все-таки изучать демонологию в контексте проявления темных наших аспектов, да, то мы можем дополнительно что-то узнать, поэтому в этой колоде изображено это, то есть этот, если вот вдруг вам покажется странно, почему здесь изображены бесы, так что же хочет сделать этот пациент, он наполняет, мы видим, да, открывает бесы, ему помогает в этом, да, да, решайся, иди, иди, только там ты найдешь успокоение, то есть иди в это новое, туда, куда ты хочешь, но что же это за успокоение, его намерения каковы, таковы, что, чтобы наполнить в ванну, погрузиться полностью под воду, и тогда наступает новый момент, что это за новый момент, я могу утонуть, да, то есть, грань жизни и смерти, то есть новое, да, когда старое уходит, а новое начинается, но при этом ты можешь лишиться жизни, да, но это будет свобода, это будет полная тишина, там меня никто не найдет, и здесь мы видим медбрата, который схватается за голову, как раз в тот момент, когда мы видим пациента, которые заходят уже в наполненную водой ванную, да, для того, чтобы полностью погрузиться, и вот как раз таки бес ему в этом помогает и говорит, да, да, иди, 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 там ты найдешь, обретешь полную тишину, это вот про смысл этого аркана, за что я себя не могу простить, вот за то, что не могу решиться, ведь он одной ногой стоит, а другой ногой он вами, как-то, знаете, еще с оглядкой на, назад, да, с оглядкой на прошлое, он видит, да, что меня поймали, меня словили, и мне надо быстрее решаться, идти, либо меня остановят, вот, и здесь вот я не могу простить себя за то, что мне не хватает решительности, мне не хватает решительности пойти в это новое, что это за новое, которое вас пугает, что ли, ну, не хватает решительности пойти, вот смотрите, это король, король монет, и, конечно же, классика, да, колода Уэйта, здесь король Пендакли, и изображен непосредственно сам Уэйт, и древо жизни, сейчас у короля Пендакли есть, нет, древо жизни, и с названием Сферот на иврите, да, здесь изображен сам, сам король Пендакли, куда в новое, да, что вы не можете решиться, король Пендакли здесь такая, официальная, какая-то такая, знаете, стабильная, представительная личность, то есть, это человек, который имеет заслуги, человек, который отличился чем-то, человек, у которого есть награды, он такой представительный, знаете, бывает, такие люди заходят, всегда в помещении, ты чувствуешь какой-то вот, ну, опор, колонна, то есть, столько уверенности, причем, уверенность, это не про моральную, а здесь вот про какие-то заслуги, знаете, вот, чиновники, да, бывает, ты понимаешь, что, ну, веет от них деньгами, веет вот этой вот уверенностью, пускай где-то и надменностью, да, такое тоже может присутствовать, но я заслужил, я получил, и вот вы никак, как будто бы не можете, пойти в эту новую, вот в эту стабильность, где вы станете таким человеком, успех, награда, какие-то заслуги, то есть, вот, очень хочется стать таким человеком, да, богатым, богатым, как внутренний мир, да, здесь внутри, веет изображен сам непосредственно король педакли, так, и, знаете, самый интересный момент, что, именно, уэйта изобразили в колоде, в масте короля педакли, почему, потому что, это тот человек, который, ушел из оккультизма, и, пошел в мистицизм, пошел в, христианский, именно, мистицизм, то есть, это тот человек, который, начал изучать проведение всевозможных ритуалов, связанные на основе призывов ангелов, взаимодействия со светом, не с тьмой, как его противоположник, кроули, а именно со светом, через молитвы, через призывы ангельской системы, то есть, он мог, не боялся противопоставить, то есть, знаете, с одной стороны, он был таким, достаточно мягким человеком, да, потому что, все-таки верующий, все-таки религиозный, а с другой стороны, он не боялся, что открыто противостоять кроули, который являлся темным магом, впоследствии, и не боялся, что на него направят легионы бесов, и наведут порчи, и так далее, и так далее, то есть, с одной стороны, вроде бы мягкий, а с другой стороны, имеет вот эту вот внутреннюю, опору, внутреннюю силу, уверенность, да, то есть, вот что-то такое, некая доброта, открытость, понимание, удовольствие, да, но, с другой стороны, в нужный момент, тот человек, который может стать щитом, опорой, защитником, да, который готов бороться за свои, какие-то устой, и за то, что он верит, но при этом продолжает всю свою жизнь, продолжал всю свою жизнь изучать, изучать тайные знания, стремиться получать награды, да, в какой-то момент он даже создал свой орден, но не суть, суть заключается в том, отвечая на вопрос, да, куда же вы боитесь пойти, вы боитесь пойти в этого, ну, в кавычках, ой, это, да, стать таким человеком очень признанно, потому что здесь статусный человек, и здесь непростой, это не тот, который, там, я не знаю, отличился и отвагой спас кого-то и получил медаль, нет, здесь люди, которые годами нарабатывали какое-то свое признание, да, то есть здесь он не в узких кругах, он достаточно широкий, в кругах это человек, который признан, это человек, у которого есть деньги, это человек, у которого есть, знаете, вот вес, да, в прямом смысле, и в переносном тоже, вес на общество, который, к мнению которого прислушивается, да, очень, очень важная персона, хочешь сказать, как павлин, но только павлин красуется, да, на показуху, а здесь есть, что предъявить человеку, здесь есть регалии, здесь есть знания, здесь есть связи, умение управлять этими связями, получать выгоду от этого, да, здесь есть материя, здесь человек, хорошо стоящий на ногах, то есть если мы говорим, например, не просто какой-то колхозник, да, а именно председатель колхоза, да, то есть вот, почему колхоз, потому что все-таки материальный план, вот туда вы боитесь решиться пойти, почему, почему вы боитесь стать таким человеком, почему вы боитесь, королева кубков, королева кубков, здесь изображена Мойна Мазерс, Мойна Мазерс, это жена известного создателя ордена Золотой Зари Мазерса, она являлась преданной, верной, причем художницей, да, как ни странно, та, которая отрисовала колоду Золотой Зари ордена, на основе которой в дальнейшем Уайт создал свою колоду, почему, потому что символика, это женщин, да, вот, во-первых, мы видим лилии, да, чистота, это преданность, это преданность делу, в данном случае преданность, полная преданность своему мужу, его идеям, умением вдохновлять его, да, вот, а с другой стороны, мы видим здесь чашу, как символику чувствительности, эмоциональности, да, человек, который умеет ждать, то есть здесь я могу сказать, что присутствуют какие-то эмоции, да, почему я не решаюсь, потому что я слишком эмоциональный, потому что где-то в какой-то степени мнительный, в какой-то степени мне нужна поддержка для того, чтобы я решился на этот шаг, да, у меня есть мечты, да, я хочу, я понимаю, что мне это надо, но где-то я эмоционирую, где-то я очень, не знаю, я как-то вот сомневаюсь, где-то хочется сказать, что возможно мне нужна будет опора другого человека, то есть если вы женщина, опора мужчины, а если вы мужчина, вам нужна вот такая вот вдохновляющая энергия, именно женская, которая вас будет наполнять, да, которая будет вами восхищаться, для чего? Для того, чтобы вы потом шли в социум и получали необходимые вам победы, то есть надежный тыл, но именно эмоциональный, да, то есть здесь вот наполнение любовью, здесь интересный момент, знаете, вот на самом деле стихия воды и стихия земли, вот эти вот две, они достаточно гармоничные, то есть я не могу сказать, что вы не можете решиться только потому, что вы слишком эмоционируете, да, где-то переживаете, где-то волнуетесь, на самом деле это очень гармоничные, да, то есть эти волнения, они могут и помогать вам двигаться как раз-таки к своим целям, то есть невзирая на волнение, на переживание, я могу шагнуть вперед, потому что то, что где-то я в чем-то сомневаюсь, да, это от самого слова со-мнение, то есть два мнения, которые присутствуют в голове, два мнения, это всегда про ум, потому что про сердце, это единство, то есть это уже показатель того, что все сомнения, они идут от головы, значит, как следствие, это просто нужно сделать, и как, не знаете, некая помощь могла бы быть для вас стихия воды, потому что вода поливает земли, и земля под дороги, да, согласно, опять-таки, стихиям, да, и древу жизни, то есть королева, это стихия воды, все королевы имеют природу водную, и это олицетворение, материнские такие, вот, а стихия земля, это, ей соответствуют пажи, да, и в некоторых колодах это принцессы, да, то есть дочери, то есть земля, по сути, является маленькой копией королевы воды, то есть здесь вот прям прямое взаимодействие, и очень благородное, то есть ему может казаться, что да, я вот как-то не решаюсь, я слишком эмоционально, я переживаю, где-то я волнуюсь, где-то возможно присутствует неуверенность, какая-то вот здесь медлительность, да, вот гибкость, не хочется торопиться, хочется сделать все это плавно, но потом где-то происходят какие-то застои, вода начинает цвести, вот, превращается в болото, и я все никак не могу двигаться, поэтому с одной стороны, вот здесь вот вода, которая наполняется ванной, да, это теплая вода, это приятная вода, это может быть некий такой источник, поэтому мне хочется туда пойти, да, мне хочется убежать, получить свободу, и одновременно, знаете, вот расслабиться, вот здесь вот, ведь вода вот эта есть, да, то есть она меня манит, она меня зовет, да, я не уверен, но я все-таки это очень хочу сделать, здесь я не вижу какого-то разногласия, хотя может слышаться, что это вот противоположно, что здесь есть стабильность, а здесь это полное отсутствие, так вот как раз-таки, когда у вас будут пробуждаться, вот эти вот эмоции, это будет как некий триггер того, что надо действовать, надо идти, то есть я на правильном пути, почему, потому что королева кубков, это про эмпатию, это про интуицию, это вот знаете, про женскую чуйку, которую сложно объяснить логикой, но при этом нету какого-то успокоения до тех пор, пока я это не сделаю, и вот если присутствуют эти вот ощущения, для вас они будут являться показателем, что нужно идти и делать, да, нужно вот все совершать для того, чтобы стать королем педакли. Итак, отвечая на вопрос, за что я не могу себя простить, это вот как раз-таки за свою нерешительность. давайте спросим, что поможет вам быть более решительным человеком? Семерка кубков. Семерка кубков. Посмотрите, какое интересное здесь изображение. мы видим пластмассовые стаканчики, которые стоят на столе, да, безусловно, стеклянные не дают, чтобы не поранились наши пациенты больные, вот, и мы видим здесь фигуру шахматную, да, яблоко, дракона, статую Венеры, да, и череп с свинком. Смысл этого аркана заключается в том, что человеку очень важно определиться, что я хочу выбрать, да, я, безусловно, хочу и власти, меня это манит, и да, я хочу и этого сладкого яблока, которое постоянно меня подгоняет, дракон, говоря о том, что, на, возьми, да, то есть некое какое-то еще и искушение. Красоту, что мне выбрать, да, что определиться? Здесь важно вопрос, какой был, что поможет мне определиться, и выпадает карта выбора. Понять, что, что бы вам не предлагали, да, внутри себя вы знаете четко, с одной стороны, что вы хотите, а с другой стороны, должна быть всегда присутствовать, знаете, какая-то, какая-то такая вот открытая позиция, что, окей, независимо от того, что я уже имею, всегда есть что-то новое, чего я еще не знаю. то есть, да, я могу пользоваться тем, что уже имею, но на основе того, что уже умею, уже знаю, уже понимаю, я могу это использовать, но на первых порах, и при этом быть всегда открытым к чему-то новому, к чему-то восьмому, к чему-то девятому, десятому, то есть не останавливаться на том, что я уже имею, говоря о том, что поможет мне быть более уверенным, просто начинать делать, исходя из того, что я уже умею, из того, что я уже знаю, и в процессе всегда быть открытым к тому, что появится какой-то новый шанс, и я с легкостью могу оставить, если это будет необходимо, то, что я уже узнаю, я это не потеряю, это уже есть у меня, мы не можем потерять то, что есть внутри нас, мы это можем, я всегда говорю, обменять на то, что мне нужно, то есть если, допустим, у меня есть какое-то тщеславие, да, внутри себя, то есть ожидание, вот именно каких-то заслуг, побед в нужный, необходимый мне момент, я могу обменять это на какое-то новое обучение, потому что именно это новое обучение, оно приведет меня к моей желаемой цели, к примеру, да, то есть я, окей, на какое-то время я это обменяю, но если мне вдруг заново понадобится быть тщеславным человеком, по каким-либо причинам, не важно, я этим могу воспользоваться, то есть по сути в жизни у нас все идет на обмен, не на то, что я отказываюсь от чего-то, для того, чтобы получить что-то новое, нет, а я то, что имею, и оно мне пока не нужно, я его меняю на то, что я хочу, это очень важно, мы не отказываем, мы себя не ломаем, мы не говорим, что у меня есть какая-то вот темная сторона, да, гордыни, и я должен от нее отказаться, нет, вы не должны отказаться, а вы просто можете ее обменять, гордыню на щедрость, неуверенность на уверенность, и если в какой-то момент вам нужно будет по каким-то причинам опять стать неуверенным, вы снова свою уверенность можете поменять на неуверенность, да, то есть допустим выходим на какой-то новый уровень, на том, на котором я уже находился, я уже все знаю, я уже все понимаю, но тут приходит какое-то новое обучение, да, какое-то качество, мне нужно заново выработать, чему-то научиться, и я прихожу в это новое, и я опять чувствую, то есть я меняю свою уверенность опять на неуверенность, почему, потому что я ничего не знаю, но я открыт при этом, вот здесь вот момент того, что поможет вам быть уверенным, расслабиться, расслабиться, начать действовать и использовать то, что вы уже имеете в данный момент, и при этом быть с открытым, как говорится, третьим глазом чуйкой, кто чем пользуется, для того, чтобы видеть новые шансы, и при необходимости ими пользоваться, то есть вы в любой момент можете все изменить, вы можете все обменять, то есть не нужно вот как-то зацикливаться, и если в какой-то момент вы поймете, что я не хочу, я не хочу нырять под воду, задерживать дыхание, чтобы заново не всплыть, вы можете изменить свое мнение, в любой момент человек может не входить в эту ванну и пойти со своим медбратом, это тоже будет один из вариантов, либо наоборот, плюнуть на этого медбрата, залезть в эту ванну, погрузиться в эти воды и жить так, как он хочет, свободно, но уже в другом теле. Так, следующий вопрос, почему я не могу себя простить, то есть сначала мы рассматривали за что? За неуверенность, а вот почему? Почему я не могу себя простить? Почему я не могу простить, что я неуверенный? А вот смотрите, какая интересная карта, кстати, эта карта, когда я взяла колоду эту в руки, первую карту, которую я вытащила на себя, дав понимание того, что же мне может дать эта колода, вышла тройка жезлов. Интересный такой момент, если вы посмотрите, здесь человек, значит, стоит на батарее, его ограничивает пространство. Вторая нога на стене возле окна. Выход из этого помещения всегда есть, то есть окно всегда есть. Тройка жезлов здесь говорит о том, что человеком, как жезлы, одолевают какие-то идеи. И он, знаете, не то чтобы творческая личность здесь, а он прислал идеи, он ее хочет сразу реализовать. Он уже исписал все стены, где можно было и нельзя. Но вот это вот пространство, оно его ограничивает, он уже его перерос. Но выйти за пределы этого пространства, у него пока, он не может, хотя здесь нету решетки на окне, но он использует каждый, ну, сантиметр, миллиметр поверхности для того, чтобы изобразить свои идеи. То есть здесь вот, как это называется? Знаете, как творческое какое-то, ну, вот как прорвало человека, да, желание безостановочно что-то делать, что-то создавать, потому что идей очень много. И мы вопрос задавали, почему я не могу себя простить? Почему? Потому что очень много идей, потому что очень много желаний. И я понимаю, что там, где я уже есть, меня это ограничивает. Вот эта вот неуверенность, почему она присутствует? Он устал уже быть в том пространстве, в котором он находится, и он принимает решение идти, но он его не доводит еще до конца, еще неизвестно, какой будет результат вот этого вот нового его поступка. А почему он решился на это? Потому что уже там, где он находится, вот эти вот ограничения, да, они вынуждают его выйти в новое пространство, на расширение каких-то своих идей. Здесь, причем человек не уверен, а простить вы себя не можете за то, что, ну, как это сказать? Есть много чего еще дать миру. Здесь есть много еще чего, что я хотел бы сделать, да, то есть, как-то, знаете, вот вы фонтанируете этим, да, я хочу и это, и это, и это, и по идее, вот это вот все, оно должно было бы уже вылиться в этого короля Питакли, но рамки, которые, вот это вот помещение, которое сдерживает, да, оно не дает возможности другим, те, которые находятся за этими стенами, увидеть вот это вот ваше творчество, которое может быть гениальным, которым можно как-то вот восхищаться, восхищаться, но он как-то вот в узких каких-то кругах, в узких рамках-то варит. Так, потому что я не могу реализовать, да, если проще говорить, не могу реализовать то, что я хочу, хотя вот постоянно что-то делаю, 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 здесь вот прям огонь движения. Еще почему я не могу себя простить? Королева мечей. Здесь на королеве мечей изображена Мата Хари, кто знает ее историю. Скорее всего, она известна о своих сексуальных танцах с семьей, за семью, как это называется, простынями, да, как-то так. Пепло, нет, пепло, по-гречески это слово, ладно, уже не могу вспомнить. вот, известная многим шпионка, которая работала на несколько стран, очень умная, очень интеллектуально развитая, причем, у нее была слабость тоже играть в азартные игры, но у нее было достаточно большое количество важных таких людей, да, с которым у нее были любовные связи, которые ее могли поддержать. но какой бы умной ты и ни была, в любом случае наступит тот момент, когда шпиона все равно славливает. Так вот, здесь мы видим, да, как в танце, причем интересно, что свои сексуальные танцы она подавала как некие религиозные ритуалы. Почитайте, очень интересно ее биографию. Здесь мы видим военных солдат, да, которые стреляют, и они здесь изображены не случайно, потому что последняя ее фраза, сейчас не помню точно, но смысл заключался в том, что ребята, я готова без повязки, то есть не надо мне завязывать глаза для того, чтобы меня расстрелять. Конечно, в итоге ее поймали и расстреляли. То есть, ребята, я готова, стреляйте, поэтому вот мы видим военных здесь. Почему я не могу себя простить, я спрашивала еще раз, да, потому что вы действительно проницательны, потому что вы умны, потому что, знаете, если простыми словами говорить, не хочется закапывать свой талант, да, неважно, какие таланты есть у каждого человека, независимо от того, вы мужчина или женщина, жалко, да, то есть иногда в школе, ну, вот эти ролики, которые мне попадаются, иногда я смотрю, вот, и часто слышал такую фразу о том, что отличники всегда становятся хорошими исполнителями, а вот троечники, они всегда становятся бизнесменами. причина это заключается в том, что троечник изначально, да, не подготовившись к уроку, не зная, неважно, по какой причине он не изучает, не всегда это то, что у него не получается, он ищет способы, становится более изворотливым, адаптируется под ситуацию, то есть он изначально вырабатывает эти качества, которые необходимы, а отличник, он всегда привык все делать основательно, он всегда привык все делать добросовестно, и у него нету этих качеств, поэтому он становится прекрасным исполнителем, потому что он не может хитрить, он не может обманывать, он не может быть изворотливым, потому что он должен быть честным и справедливым. Так вот, здесь как раз-таки вот этот момент у вас всплывает, что есть люди, которые не могут, не дано им, я не хочу штамп ставить, но для понимания, просто озвучивать чисто для понимания, что иногда хочется сказать, да, вот есть люди, которые дураки, да, ну не дано им там что-то создавать, вот, а мне дано и у меня не получается, да, либо мне дано и я это не делаю, почему, потому что дуракам море по колено, да, он дурак, он не понимает, и ему в принципе рисковать-то нечего, да, и вот как-то вот эти вот риски помогают человеку добиться чего-либо, да, я не знаю, но я в процессе научусь, а здесь человек, который много знает, и вот это вот много знает, да, как мы говорим, горе от ума, почему от горя, потому что оно останавливает, потому что присутствуют вот эти вот страхи, которые не дают, потому что можете где-то предугадать, что, а вдруг я еще вот это не знаю, вдруг придет какой-то клиент, а я не смогу ему ответить на этот вопрос, а дураку пофигу, он говорит, окей, я не знаю, сейчас загуглю, гуглит, отвечает, находит ответ, и все окей, то есть он адаптируется по ситуации, а вам же надо все предугадать, не зря вот здесь вот башня стояла, да, фигура, надо же выстроить какую-то стратегию, то есть вы понимаете свои способности, вы понимаете, что у вас есть знания, что вы умны, что вы можете справиться с любым делом, но страхи вас останавливают, как раз таки потому, что слишком умны, чрезмерно умны, как говорится, меньше думай, больше делай, вот здесь, вот эти вот моменты могут проходить, что вам делать, что же вам делать, ну в принципе здесь мы уже говорили, что вам делать, ну вот посмотрите, тройка кубков, прекрасная карта, разлили на троих, как я уже говорила в одном из раскладов, да, организовали на троих бутылка, три женщины радуются, празднуют, что делать, да проще, легче относиться ко всему, может быть находиться, знаете, найти себе опору в окружении, в окружении женщин, женской какой-то энергии, да, как это, некого такого братства, где вас с единомышленниками, да, где вас могут поддержать, причем поддержать не в плане того, что, а, у тебя все получится, делай, нет, не обязательно это будет такое, это может быть элементарная женская поддержка, в плане того, что, а, пойдем чай попьем, да, просто поболтаем, то есть переключились на что-то, да, поболтали, и вот в процессе идея пришла, там, точно так же, как и здесь, радуемся, жизнь хороша, жить хорошо, танцы, праздники, да, забыли, и все, то есть вот такая поддержка, если вы мужчина, то здесь, здесь вопрос вашего окружения, и, знаете, вашего, именно женского окружения, то есть, возможно, вам не хватает, как раз-таки, женской, как вот здесь, вот у королевы кубков, была женской поддержки, той женщины, которая, ну, вот именно надежного тыла, которая бы верила в вас, которая бы вливала в вас именно вот эту вот энергию любви, которая бы мотивировала вас на поступки, то есть, независимо от того, мужчина вы или женщина, здесь вам нужно пересмотреть ваше окружение, которое бы вам помогало, еще раз скажу, здесь не важно поддержка, а здесь важно напитываться этой энергией, да, то есть иногда, когда вся сила уходит в ум, на ментальный план, да, то вы полностью отсутствуете на физике, а здесь вот танцы, здесь движение, здесь элементарно, ну, если опять-таки женщины, да, какие-то спа-процедуры, массажи, там есть, я не знаю, йога, какое-то женское окружение, когда вот пошли, именно на уровне физики позанимались, вот, если вы мужчина, наоборот, когда женщина восхищается красивым спортивным, мастерским торсом, к примеру, да, и вот в вашем окружении есть женщина, которая, ну, восхищается вашим телом, это вас мотивирует на то, чтобы вы, например, занимались физическими нагрузками, вот какое-то самоутверждение, да, желание быть каким-то таким, ну, вот значимым человеком для женщины, то, что я говорила, мотивация, поэтому вам поможет ваше окружение, либо вообще его пересмотреть, да, может быть здесь есть люди, которые, наоборот, вам мешают, избивают вас с пути, такое тоже может быть, то есть мы, это наше окружение, не зря есть выражение, да, покажи мне твоего друга, я тебе скажу, кто ты, вот здесь как раз таки про это, пересмотрите свое окружение, пересмотрите, вот такая у меня была третья позиция, жду ваших комментариев, обещала вам показать эту колоду, вы ее увидели, вы увидели, сколько глубины, если покупать оригинал, она достаточно дорогая, она, по-моему, больше 100 евро стоит, точную сумму не назову, вот, но мне кажется, она того стоит, и я прощаюсь с вами, хочу пожелать вам отличной недели, в среду будет такой же формат, еще раз я буду использовать эту колоду, потому что она мне нравится, и под нее подберу расклад, тоже такой же психологический, чтобы мы могли с вами погрузиться, а я с вами прощаюсь, всего вам самого наилучшего, пока-пока!